В рамках очищения Украины, как бы реестра Украины, от предателей, врагов, и не только, потому что враг он всегда виден и явен и очевиден, а и те, кто живлятся, представляя из себя, отождествляя себя тоже как бы борцом с врагом, но по сути являясь лярвой как на украинской экономике, так и на медиапространстве, позволяющим быть украинцам заведенными в манипуляцию, в лошизм, такой же ж погордливый, горделивый эгоцентризм, как и они сами, как и было это при Сапке. То есть, в двух словах, Гордон, телеведущий, политик Дмитрий, это практически прототип Ляшка, политика депутата Верховной Рады, только в медиапространстве, прототип этот. Если Ляшко, это как Гаврилюк говорит, а я назвал кнопочку, оно сработало и проголосовало, вот мы как. А до этого Гаврилюк, сама спалюк хотел быть, ну прогремел, стал депутатом и стал нажимать кнопочки. Но Гаврилюк по своей тупости и чморовидности, а Ляшко, то акула, пера, так сказать, лярва еще та. На украинской экономике и на лохах, естественно же, ни один чмырь, ни один плохой редиска и тому подобное, куча скверных слов, не будет живиться на простых нормальных украинцев, на нормальных. Всегда это на лохах, всегда он будет суперспособным, лохотронщиком, но среди лохов. А такие медийщики, как Гордон, помогают этой серенькой массе оставаться в этом посовковом поприще лошизма. Прокламируя, пропагандируя, провозглашая из себя честнейшим человеком, красавцем, просто классным парнем, ну просто суперчуваком, которого все уважают и которых он всех уважает. То есть это уже не просто какая-то кнопочка Гаврилюка, самоспалюка, который вначале повел себя гидно на Майдане на самом начале, а потом что-то затесался. Видно ему вот эта гордость, всенародность. Даже скульптуры из него начали лепить, когда еще, а какой не то, что там победы, вероятности победы не было. Потому что все же ходили в политики, вот эти штопанные договариваться с Януком. То есть Шароварщина, Гаврилюки, договорки с Януком. А в бой шли и те, которые погибли, и те, которым Бог дал шанс жить и бороться дальше. И во что они эту борьбу превратили. То есть я не видел, что Гаврилюк 18-го числа на Майдане то ли убегал хотя бы, то ли еще где-то. Он в Мариинском парке потерся немного и слуху не духу, видно, почуял что-то и слинял. Так же слинял, как и сейчас слиняет, когда журналисты его находят, а он отмораживается. Дали ему дорогую машину какую-то, вместо типа его Жигуленка, которая оставляет возле метро, где-то там идет для лохов. Типа вот так вот народный чувак, у которого Жигуленок, он ходит, ну по российскому сценарию, как когда-то в Думе тоже такие были простаки типа из народа. Известные простаки, естественно для массы, как баба Параска. Ему же говорят, кнопочку нажимая, ну машину прячь, все прячь, чтобы ты был таким представителем, как баба Параска, которая невозможно представить, чтобы приехала на Кадиллаке и вывалилась, хопа, с ресторана, ну шо блин, я уже не баба, я уже королевна над рыбкой золотой Параска. Естественно, моментально все бы заплевали. А тут надо время продлевать, вот это медийное, там где и не только Гордон, а и такие, как он, очень сильно пропиаренный. То есть со своим прошлым, вот этим гребаным всем прошлым, оно и правильное все. Он правильные вещи говорит, но когда подводит к тому, что, а кто же реально должен управлять страной, там какие-то Комаровские, какие-то врачи, какие-то, то есть практически все люди его национальности, за которые он так уболевает. Но еще и плюс тому, говоря, что он атеист. А нахрена нам атеисты, когда и так 70 лет атеизму было в душах этих славянских, еле-еле душа в теле христианских, которые до сих пор не возрождаются, потому что постоянно мешает вот этот кабалицизм, атеизм некоторых, который допомогает этому кабалицизму, Харборда, Шмарборда. То есть манипуляция общественным сознанием, то есть примеров массы не хочется задерживать глядача, говорит он правильные вещи о коррупции, о том, что все разрушено, схемы, системы, коррупционы и т.д. Ну а при том говорит, что Кучма классный пацан, Розик, ну просто красавец, Кобзон, ну просто золотой человек, родной парень, чуть ли не его семья. Пинчук, ну просто я все знаю, ну и так, если это недавно слушал, вспоминать вот этот бред, Сарочки и Абрашки, которые друг друга перечисляют, то где там Украина? Вот где? Это что? Небесный Иерусалим. Ну что это? Если бы это был от Бога, небесный Иерусалим, тогда еще можно было что-то рассматривать, то есть люди привносят христианскую лепту. Но они же кабалисты, они читают Тор вот так, наоборот, только со своего точки видения. Они Христа вообще не признают. То зачем нам вот такие все эти пропагандисты раскрученные, сколько можно пропагандировать против коррупции, а потом реально и пропагандировать за тех, кто эту коррупцию посеял. Их пропагандировать постоянно. Говорят, ну он хороший человек, я его люблю, он всех любит, этих коррупционеров. Те, которые привели Украину к развалу, к полному кровище и войне. Там, где на фронте гибнут кто? Кабалисты? Нет, простые украинцы. А он опять, давайте Кучму, давайте Пинчука, там Манчука, тот красавец, всех он любит. Ну капец полнейший. И его тоже любят. То есть, откуда теперь и война, разруха, перспектива стран третьего мира? Вот откуда? От обоюдного дерьма, манипулятивного. Просто украинцам, те, которые его слушают, просто нравится быть в таком обманчивом, манипулятивном состоянии. Там, где их, они, ого-го-го, принимают эту хрень. И есть, живут, и дети, дети, детей, и этой хренью дальше живут. Ну так же спокойно, стабильность, стабильность хрени, манипулятивности. Поп-то с команды Ляшка Масичук до сих пор на взятки попался. И все, затухло, затихло, его прикормили этим на компромателе. Все, теперь он под дудку банковой танцует. А Ляшка Масичук, мы возьмем вилы, як пидемо. И ходит, ходит, и маедки какие, и земли, и замки какие. Но зато вылазит на трибуну верховую нараду, опять прокручит. Капец. То есть, то же самое, что и Гордон, вот все коррупционеры. Вот такие схемы, вот такие. Крым, все, предали, сдали. Война на Донбассе, все, предатели. А потом проходит время, касается темы его нации, его народности, так сказать. Опять все начинается постаревать. Розики, шпумберы, шмандеры, тягный бок ему матом на него гонит, на тех он вообще не принимает за людей, это вообще какие-то дикари, типа украинцы, не требуют, чтобы тут украинская власть была, у нас же демократия, какая украинская власть, посмотрите на Америку, посмотрите на Европу, везде посмотрите. Да вы посмотрите в Польшу хотя бы, пример Ярослава Качинского, нет, понятно, что да, жаль, украинцы настолько слабые и манипулятивные, что они не могут за 26 сколько лет независимости преодолеть вот эту совковость, но есть же неплохой пример Саакашвили, который преодолел эту хрень, о которой сам Гордон рассказывает, что людей выкидывали там на шо-то или где там Ростовель, где там в Тбилиси, стачек забирали, бандюки в рывзаконе, а потом все нормально стало, и все забыли, что все нормально стало, а тут избивает депутатов Мустафу на Ема, и опять Шуры-Муры начинается прикрывание, закрывание, и опять об этом всем говорит Гордон, а потом опять, ну ладно, все-таки ж, вы ж посмотрите, друг мой, там красавец, Розик, Кобзон и тому подобное, Кучма, то есть все те, из-за которых народ пребывает в таком ступоре, то есть где логика в его речениях, изречениях, у него шо, вообще какой-то конфабуляция или развитие перенаоборот, то есть говорит, 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 правильные, правильные, очень важные вещи для перестройки Украины, а потом включается у него вот этот краник крови своей, зооплоти крови своей, нации, национальности своей, и все, пух, ступор, давайте выберем того, давайте моих хороших друзей выберем, Розиков, Шмозиков, Комаровский, они так хорошо говорят, и Ляшкош хорошо говорят, и Гаврилюк хорошо говорят, да и я хорошо говорю, но давайте их выберем, я буду их торфом, я буду их носителем, потому что я же уважаемый человек, он типа Гордон, и они же уважаемые люди, то есть все по Шуфику, не надо Гордона слушать, послушайте Шуфика в ресторане, то же самое, то есть когда Гордон говорит о Фарион, я тоже вполне согласен, что она плетет много туфты, то есть в частности она в чем-то права, а если взять это мазком широким, геополитическим, то она очень не права, но Тягны Бог же не Фарион, он же говорит более, как политик, правильные вещи, Саакашвили, не Фарион, он же говорит более правильные вещи, и говорит о методах простых, просто убрать из власти тех, кто на протяжении 26 лет грабил и как лярва, Сытился, насыщался этой Украиной, вывозя, выводя в офшоры и тому и т.д. подобное, из-за чего и население тупое, лоховское было, которое выбирало Януковича и т.д. подобных, И что привело потом, естественно, к войне, в которой гибнут украинцы простые, они что сейчас тогда, получается, не имеют права на свою державу, те украинцы, украинской национальности, которые гибнут? Нет, это Гитлер, это Холокост, а до Гитлера что был? Голодомор, а сколько было национальности вот этой его, которой он представляет 98%, а репрессии сталинские? То есть Голодомор это не Холокост, то есть это ерунда для него, то есть простые, мирно обычные украинцы это ерунда, а вот Пинчук, Розик, другие деятели, такие для него это любимые, уважаемые люди, логика капец, не моя, естественно, а его, то есть, как христианин, я тоже против антисемитизма, но я тоже, как и христианин, против семитизма, против сионизма, против тех лярв, которые наживаются на проливаемой постоянно крови украинцев, которые чего-то недопонимают, которые не имеют столько в мире связей, но есть другие носители, как торфы, это пример, в принципе, тех людей, которые имеют огромную мотивацию, естественно, о Саакашвиле говорю, человек, который, может, есть другой, вы подскажите только, другого, я с такой мотивацией, как у Саакашвили, не знаю, он, Саакашвили, просто, не просто, что грузин, но все равно, кто, главное, что человек с такой мотивацией, и ему, этому Саакашвили, очень, вполне бы было выгодно, чтобы кирманычами во главе были украинцы, их, по крайней мере, можно укарать, наказать за воровство, коррупцию и тому подобное, а тех, если что, там МОСАД, ищите-свещите в этом поле, а тех не накажешь, потому что это будет антисемитизм. Представляете, пускай украинцы гибнут, коррупция, воровство, вывозятся все в офшоры, украинцы, как рабы, ездят по всему миру, сюда приезжают китайцы, из земли плодородной чернозема превращают ее в гомнозем, дерьмозем пустынные, выхолачивают из земли шестью-пятью урожаями в год, или за сезон, увозят себе, продают, бабло делали с коррупционерами, с семитами, но зато нет антисемитизма никакого. Значит, по мнению Гордона, это все нормально. Так-то. То есть, своя коррупция, это антиукраинизм, это нормально. То есть, котлы, предательство, коррупция, миллион раз уже всеми сказанное, это плохо. Но, если вы начинаете трогать их, то это антисемитизм. Так нельзя. Это Гитлер. Это Холокост. Вы за это ответите, будете сидеть. Не трогайте. Мы выберем своих, тех же, но более аккуратных и многоуважаемых людей. Более утонченных в схемах. Так, чтобы никто шито-крыто не узнал. Не надо ни на бу, ни на бу. Не трогайте типа нас. Мы не тронем вас. Бо будет вам антисемитизм. За ваш гитлеризм вас все покарают. Будем разыскивать с Моссадом вас везде. Ни в какой Южной Америке вы не спрячетесь. Нельзя. Вот мы будем ругать. Нам можно ругать своих. А потом мы их будем хвалить. Поругали. Потом, что касается крови, надо опять похвалить. Потом опять поругать. То есть каша полнейшая. А вы заткнитесь. Потому что это уже, в принципе, и не ваша страна. Вы ж тупые. Вы ж не способны в своей стране управлять. Власть не способна выбирать, управлять и тому подобное. Так что такова ваша судьба. Быть вечными рабами и антисемитами. Вы вечно будете винны, виновны и в Холокосте, и в Бабих Ярах. Потому что вы виноваты в том, что гоните на семитов, которые не отдают власть. И не собираются ее отдавать никогда. По сути. То есть вы не трогайте коррупционеров. Вы не трогайте мафию. Вы не трогайте эту систему. Потому что Холокост. То есть вот эти выходцы этого народа, который миллионами был уничтожаем, они сейчас, прикрываясь этим народом, уничтожают другой народ, наживаясь. На этом народе, естественно, где они еще наживаются? На Марсе. То есть уже это, об этом говорит их гнилая суть. Что они наживаются, как на своем народе, говоря о Холокосте. Убийств ни в чем не повинных, естественно, миллионов евреев. Теперь они говорят, что вы их не трогайте за кражи, за воровство, за предательство, за котлы и тому подобное, за торговлю на крови, миллионы и миллионы, там, липецкие дела и тому подобное, офшоры панамские и тому подобное. Вы не трогайте, потому что Холокост. То есть они спекулируют своим народом, спекулируют смертями, трагедии, миллионов. Но вы их не трогайте, потому что вы будете винны в Холокосте. Это же гитлеризм чистый. Вы же их не трогайте, потому что это же чистый гитлеризм. Нельзя воров трогать ихних. У них Джоумин, бывший губернатор, сказал в 90-х годах такие слова. Украинцы до влады не пускать. И это очень действует сегодня. Доктин, Кернис. Вы же понимаете? Доктин, Кернис. Сегодня Владом Монасцет и в Украинском Антонии.